Айсулу? Макпал, здравствуйте. 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 Я очень счастлива и благодарна, что сегодня я в эфире. Меня зовут Айсулу, мне 43 года. На программу «Пятый элемент» я пришла в состояние внутренней потери, непонимание себя, куда двигаться дальше. Была полная раздражительность. У меня были постоянные конфликты с родителями, с близкими, с родными. И вот куча кредитов, долгов было. На работу я ходила не от того, что я хочу туда ходить, а от того, что мне надо было, потому что мне нужно было платить эти долги и кредиты. В таком состоянии я находилась в ноябре 2021 года. Узнал о вас о программе «Пятый элемент» случайно в просторах Инстаграма. И сейчас я понимаю, что случайностей в жизни не бывает. И это произошло в нужный момент, в нужное время для меня. Я взяла сразу тариф «Скорость». При этом у меня в тот момент не было ни копейки денег, чтобы потратить на покупку «Пятого элемента». Это я говорю честно, потому что... Но я понимала, что мне это надо. Я нашла эти деньги и зашла. На тот момент я жила в гражданском браке. У меня началось предобучение. Сразу началось предупречение. И моя жизнь завертелась какими-то чудесами. Я такая все время думала, что за чудеса происходят со мной. Это было действительно так, как в сказке. Моя жизнь налаживаться начала. Я начала воспринимать мир. Как будто сняла какие-то черные очки и пуальс от глаз. Да, и начала мир видеть по-другому. У меня наладились отношения с родителями, с близкими. И на 30 декабря я уволилась с работы. Я тогда на гражданском браке жила. У меня супруг узнал, что видит мои изменения. Он говорит, чем ты занимаешься? Я рассказала ему о том, что я на «Пятом элементе». Он говорит, это что, бесплатно? Я говорю, нет, я его купила. Он говорит, сколько стоит? А как ты купила? У тебя же зарплаты не хватает, мне говорит. Я говорю, ну я взяла на кредитную карту, оплатила. Потом я закрою, ты не переживай, я потихоньку закрою. Но мне это очень нужно. В этот же день он закрыл мой долг по кредиту. Сказал, что я больше так и не делала. 30 декабря я уволилась с работы, ушла с работы. 31-го поехали мы с моим родителем на Новый год встречать. Мы встретились все близкие, родные. Все были в большой компании. В этот момент у моих родителей было 45 лет совместной жизни. Большой праздник был. А 1 января вечером все вышли на улицу. Что-то такая тишина. Потом меня зовут. Я такая, выйди, выйди во двор. Я выхожу во двор. Мой супруг стоит гражданский на тот момент. Он стоит с большим букетом роз на коленях. И мне предлагает выйти за него замуж. Я стою, неожиданно для меня было. У нас даже разговоров не было. Потому что я думала, ну возраст такой, что мы живем гражданским браком. Ну и достаточно этого. В принципе, зачем это нужно? Все эти более такие формальности. Я стою, смотрю на него, у меня слезы текут. Я себя в этот момент ощутила девочкой. Девочкой, принцессой. Ну действительно, я такого в жизни еще не чувствовала для себя. И он на меня смотрит и говорит, ну что, ты скажешь мне да? Или я сейчас встану и уйду от тебя навсегда? Я такая, да конечно же. Вот, и тут же опять-таки все завертелось дальше и дальше. Да, мы в феврале поехали в спадебное путешествие на целый месяц. Я в жизни никогда не была за границей. Мы в Турции прожили целый месяц. Это было замечательное время. Также во время курса у меня был очень низкий гемоглобин, как вы уже ранее сказали, да? И я стояла на учете. У меня был гемоглобин, показатель 76. К концу курса у меня повысился гемоглобин до 133. Врачи у меня спрашивают, что вы делали, почему у вас такой гемоглобин. Возможно, у вас перепутали анализы, переиздайте заново. Я заново взяла их, но показатели были такие же. Я им говорю, я медитирую. Они надо мной посмотрели, посмеялись. Я говорю, ну, ночь какая-то. И говорят, ну, идите дальше медитируйте. Не, ну, у вас там есть протоколы БАДов, и еще же вы определенно питались, поэтому... Да, конечно, я-то понимаю, что было. Я просто, как бы, для меня был акцент этой медитации питания. Конечно же, питание тоже, это был важный момент. И также я БАДы употребляла по рекомендациям вашим. Вот. И я еще помню такой момент, когда был выпускной у нас. И я так плакала на выпускной в конце. Я не могла остановиться, на взрыв. У меня муж говорит, что с тобой происходит, ты что плачешь? Я говорю, я не хочу прощаться с этим полем, я не хочу отсюда уходить. И вот, знаете, вселенная услышала мои молитвы. Через неделю меня пригласили кураторам на программу «Пятый элемент». Я настолько была счастлива, я прыгала от счастья, что меня пригласили. И я с удовольствием, с радостью служила, помогала людям. Для меня это была благость и счастье. Я видела, в каком состоянии приходят люди на программу, и какие они результаты получают. Это для меня было действительно истинное счастье. И по сей день я этому радуюсь. И всегда говорю, вот она тихая радость, когда людям приносишь добро. И я как бы первый проводник, я из отдела продаж, руководитель отдела продаж сейчас. И я первый проводник, который как раз общается с людьми и приводит их на программу. Моя задача такая тоже, да? Миссия. Миссия, да. И это невероятно, когда люди получают такие результаты. И сейчас я, конечно, понимаю, что это не чудеса. Это работа, работа и очень мощная работа над собой. Я всегда всем говорю, на программу приходите с открытым сердцем. И слушайте все, и делайте все, что говорит Махпал. У вас обязательно все получится. И это действительно так. Махпал, я вас благодарю за то, что вы есть в моей жизни, что вы появились в моей жизни. И я счастлива, что у нас такая замечательная команда, такая замечательная программа. И от каждого человека, от каждого человека в нашей команде я получаю для себя большие опыты, большие знания. Я благодарю вас, что вы делитесь со мной знаниями. Вы для меня учитель вдвойне. Вы учитель как наставник, как духовный учитель для меня, да, в первую очередь. Во вторую очередь вы для меня учитель как профессионал. Я благодарю вас, что вы делитесь со мной своими знаниями, опытом, которые у вас есть, да. Спасибо. И благодарю всем, кто меня поддерживает. И всем спасибо большое. Айсулу, спасибо большое. Сейчас не уходи, пожалуйста. Нура, Актан, скорость, Гульнар, старт, Салтанат, скорость, Алина, старт, Куралай, скорость, Калибек, скорость, Мария, скорость, Кульсара, старт, Маржан, скорость. Добро пожаловать, девочки. Вы знаете, я хочу, вот Айсулу сказала, что она очень радовалась, что она куратора пришла. Я хочу вам рассказать, как кураторов нас отбирают. Дело в том, что после окончания курса мы даем анкету. И эту анкету заполняют все. И у нас очень строгий отбор. Там должен быть действительно кейс, какое-то чудо, которое произошло, да, или выздоровление, или желательно, чтобы в нескольких сразу сферах. И только после этого мы отбираем себе кураторов. И почему Айсулу так радовалась, когда ее отобрали куратором? То есть эти две недели мы обрабатывали все эти анкеты, а их очень много. Потому что желающих работать, остаться кураторами, и это служение, мы не платим им зарплаты, они служат у нас. Но у них есть возможность оставаться в поле, обучаться. И я могу вам сказать, что это потрясающий рост, когда вы видите на потоке этих учеников, вы видите, какие они пришли. А потом, когда они уходят, и кураторы каждый день с ними в общении, да, они вот уже более опытные со своими кейсами, они, у них еще более глубокое обучение происходит, потому что у них прям как картинка, да, как бы, которая пришла и которая стала. Поэтому вот Айсулу так радовалась. Айсулу, спасибо тебе большое, я очень горжусь, что ты в моей команде, потому что ценности твои, они очень высокие. И ты их показала до того, как ты пришла к нам кураторами. Была ситуация сложная у меня, я знаю, как ты за меня билась, и как ты стала горой, как ученик за учителя. Я это никогда не забуду, да, я помню, как даже тебе цветы отправила, но только я не знала, что это ты. Я сказала, отправьте этой девочке, там мне в Инстаграм отмечала, я говорю, отправьте Айсулу. А я не знала даже, что это ты. А потом мне уже сопоставили в офисе, сказали, ну это же та вот девочка, помните, она так за вас билась. Говорит, она, это она, понятно. Потом вы оказались в отделе, и вот так вот рост произошел незаметно для меня, да, вот девочки, они потихоньку растут. Они ко мне приходят кураторами, потом кто-то остается, кто-то какие-то позиции занимает. И очень горжусь, что у меня половина команды, это мои ученики, а половина это те, которые приходят и тоже начинают обучаться. И поэтому у нас очень мощная команда, очень интересная. Конечно, я вас всех люблю. Спасибо, Айсулу. Спасибо тебе большое. Обнимаю всем сердцем.